Абрикосы, грецкие орехи, фундук, тутовник и даже растения из Красной книги – вся эта флора вполне может произрастать в холодном уральском климате, более того, не требуя особого ухода. В саду у Романа Нагуманова совсем нет яблонь и смородины. Уже 15 лет он занимается разведением экзотических растений. На просьбу рассказать о самых уникальных Роман теряется и говорит, что каждая из них интересна по-своему. Например, пион тонколистный – цветок, который внешне напоминает тюльпан. Родом он из Алтая, произрастает также в Западной Сибири. В 60-х, 70-х годах его истребляли из-за того, что у него лечебные свойства. Потом его внесли в Красную книгу Украины и России. Охраняемое растение, очень интересное, экзотическое. В переводе с английского переводится как папоротниковый пион. Известно то, что произрастает даже на территории Сургута, а это считается уже как бы крайний север. То есть растение очень морозостойкое и не требуется особого ухода за ним, укрытия на зиму. Сладкий запах меда в саду Романа распространяет растение под названием Фотергилла Большая. Ее родина – Северная Америка. Очень морозостойкая, хотя растет медленно. Красивые ершики истощают приятный медовый аромат, не требовательно в уходе, цветет тогда, когда уже все цветает. А это экзотический картофель, известный путешественникам в Индию и Китай. Оно мало того, что экзотическое, красиво, цветущее, оно еще и съедобное растение. Называется батат. Его есть несколько видов, вот даже можете сравнить. Разные листва у них. Это такие же клубни, как картошка. Тонкая кожура. Готовят из него очень много блюд, даже в отличие чем от картошки во много раз. Оно является профилактическим от онкозаболеваний. Причем из одного клубня получается много вот таких ростков. То есть в отличие от картошки не нужно много заготавливать и хранится все это при комнатной температуре. То есть не нужно погреба, не нужно то есть просушивать. Это все хранится в домашних условиях. С одного клубня то есть можно получить до 30 саженцев, из которых вырастет по 5-6 килограммов вот этого вкусного батата. Жимолость покрывальная. Венерин башмачок, канадская ель, магнолия кобус, аризема приморская. За необычными названиями скрываются приятные глазу растения. Интересное растение еще. Жимолость покрывальная. Цветет оригинальными желтыми цветочками, но сама красота, когда завязываются черные блестящие ягодки. Тоже морозостойкое, неприхотливое растение. Как бы для Урала хорошо себя чувствует, не подмерзает. Тоже вот интересно, только-только начинает раскрываться венерин башмачок. Очень редкий на Урале. Их у нас в горах произрастает 14 видов. Растение занесено в Красную книгу. То есть если вы увидите в лесу, то не срывайте. Очень оригинальное растение коника, канадская ель, сорт альба. Она практически не горит, растет медленно. Но очень оригинальный вид у нее, очень красивая. Единственное, можно выбирать ей место, чтобы была полутень. Тогда она практически не горит. Я не помню, чтобы за 7 лет она у меня хоть раз подгорела. Интересное растение. Экзотическое. Родина у нее Приморский край. Аризема Приморская. Очень морозостойко. Лечебное растение. Неприхотливое. Красивое, оригинальное, экзотическое. Подходит для любого уральского сада. Рядом произрастает магнолия. Ред барон. Она из семян, правда, еще маленькая. Засветет на 6-й год. Но зато растет без укрытия. Хорошо. Черная сосна, австрийская. Можжевельник скальный. Тоже интересное растение. Такое необычное. Как будто по дороге в Тоскану. Все, что сегодня зацвело буйным цветом, через некоторое время начнет плодоносить. Тогда появится повод встретиться снова и расширить свои знания в области ботаники. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова